Привет, друзья, с вами Ваймс. После пары прохождения Elden Ring'а я решил, что пришло время сделать какой-нибудь интересный челлендж, но при этом SL1, мне кажется, на данном этапе для меня все-таки слишком сложный, а всякие раны чисто расходниками и чисто луками и все такое окажутся мне достаточно унылыми и неинтересными, как минимум потому что они требуют много фарма, так что я решил попробовать что-нибудь другое. Что именно? Ну, щиты в Elden Ring'е довольно сильно изменились по сравнению с дарками, у них появились каунтеры и у них появилось много всего интересного, а также есть несколько интересных щитов со всякими крутыми навыками, так что я решил попробовать пройти игру, используя щиты в качестве единственного источника урона, то есть избивая врагов щитами, не пользуясь оружием, не пользуясь всякими там луками, магией, расходниками, наносящими урон и всем тому подобным. Весь мой урон должен исходить из моего щита, либо в том варианте, что я бью врагов щитами, либо в варианте навыков этих щитов, что правда открывает для меня такую слегка имбовую вещь, как крянское возмездие, но я решил использовать его очень изредка, скажем так, только в тех ситуациях, когда враги в меня кастуют свои какие-то спелы и парировать эти спелы крянским возмездием, потому что это то, как оно задумано, можно на самом деле парировать свои собственные спелы или расходники магические, и таким образом в любой момент проксят крянское возмездие и наносить кучу урона. Но как бы технически эти свои собственные спелы или расходники это спелы или расходники, наносящие урон, так что их мы использовать не будем. И вместо этого будем сражаться с щитом, и может быть на конкретных врагах будем все-таки использовать гранское возмездие, но только для парирования вражеской магии. Ну и в общем, в начале игры я сразу же рипнулся на превращенном отпрыске, примерно с двух ударов, достаточно стандартно, и побежал тестить, насколько щит в принципе визобелен в бою. Объектом тестов выступил вот этот вот чувак, и щитом я, естественно, могу бить, но кроме этого я могу также контратаковать тем же щитом, который я использую. И он достаточно хорошо роняет врагов, но правда роняет он хорошо, но критовать щитом нельзя. Так что приходится вместо этого либо продолжать просто обычные атаки, либо может быть делать заряженную, потому что большая часть врагов, когда они роняются, дают достаточное окно, чтобы сделать заряженную атаку, и заряженная атака наносит достаточно приятный урон. У большинства видов оружия у щитов не настолько приятный урон, учитывая их скорость. Но да, как-то так. И после того, как пара первых врагов пали жертвой моих тестов урона щита, я решил побегать и пособирать всякие полезные вещи, но при этом я не захотел сразу идти за крутым щитом, потому что можно, в принципе, пробежать мимо всего и добраться до шипастого щита, который мы будем массово использовать в дальнейшем. Но я решил поначалу попробовать побегать с тем, что падает вначале в плане щитов. Но, тем не менее, я варпнулся на драконий курган и сходил в форт Фарад за амулетом, повышающимся статы, что довольно неплохо помогает вначале. Следующая остановка — Плачущий полуостров. Я, конечно, не хочу себе суперкрутой щит в начале, но, тем не менее, взять что-то получше моего стартового мне показалось достаточно адекватной идеей, тем более, что оно достаточно близко и удобно. И около первого торговца на Плачущем полуострове я подобрал Панцирь Большой Черепахи. Это средний щит, который и блокирует лучше моего стартового щита, и наносит больше урона. Это один из самых дамаговых средних щитов и явно лучшее, что можно получить в самом начале игры. Для нанесения урона. А здесь же рядом есть Ночной Всадник, с которого дропается заслон, навык на щиты очень хороший, но я решил, что пока что он мне не нужен, так что оставил этого всадника на потом. И вместо этого я решил протестить свой новый щит на гиганте перед замком Морн. И он достаточно неплохо роняется ударами щита и получает довольно адекватный урон. Но правда, это учитывая, что я бью его в его ноги, которые являются очень уязвимой точкой. Если бить его не в ноги, даже когда он падает, то все немножко более печально. Ну то есть в принципе я наношу примерно такой же урон, но в нормальной ситуации он падает, и его можно критануть в грудь и нанести этим раз в 10 больше урона, чем обычный удар наносит. Здесь же, увы. Но тем не менее, гигант отвалился достаточно быстро и без проблем. Пробежавшись по всему плачущему полуострову и собрав всякие улучшения фляг, титанит и прочие полезные вещи, а также улучшив свой щит для плюс 3, я решил попробовать все-таки зачистить замок Морн. И это в принципе достаточно хорошо получилось. Бастарды приятно отваливаются от щита, летающие роняются с одного удара в прыжке по сути. И все в принципе достаточно хорошо, кроме того факта, что апгрейдов на флягу я насобирал, но саму флягу пока что не улучшил. Ну и первым боссом этого рана выступил Бастард Леонин, босс замка Морн, который мне в принципе очень нравится как босс файт. И щитом он убился без каких-либо особо серьезных проблем. Не с первого трая, но все же достаточно легко. Он хорошо станется, его легко выбивать из атак, его легко ронять ударами щита. Заслон, который встроен в панцирь большой черепахи, хорошо работает против его атак, что они отскативают к моему щита, если я их блокирую за слоном. И в принципе урон от контратак и всяких заряженных ударов получается достаточно неплохим. Так что первый босс готов, осталось всего лишь типа штук 50. Вторым боссом был Маргет, на которого я не стал апгрейдить щит дальше, хотя я и могу сделать плюс 6, но это все еще плюс 3. И на Маргете я просидел достаточно долгое время и он получился одним из самых сложных боссов в этом ране в принципе. Потому что урона мало, а у него урона много, по сути так. Я конечно мог бы проапгрейдить щит и это было бы наверное чуть получше. Но все равно тут еще и проблема в том, что мувсет у него очень неприятен для такого короткого и медленного оружия как щит. А конкретно проблемы со второй фазой. Первая абсолютно халявная, все легко, можно его бить заряженными атаками часто, можно бить контратаками часто. И в принципе никаких особых проблем, если не перекатываться криво. Но когда начинается вторая фаза, он получает несколько очень неприятных атак. Конкретно вот этот вот удар молотом очень хорошо пробивает щиты. Крутилка с мечом и тростью. И также тройное комбо меч-меч-трость. Это все три атаки, которые он только что в видеоряде сделал подряд. И он очень любит эти атаки чайнить по сути друг в друга. И не давать никаких по сути окон, чтобы нормально себя бить. То есть, если я вплотную к нему и он закончил какую-то комбу, то он может внезапно начать крутиться с мечами. Или меч-меч-трость, или бить молотом. И я на этом этапе ничего с этим не могу сделать, кроме как получить кучу урона. Если я пытаюсь блочить, допустим, крутилку, то она выбивает мне всю стамину. И он, скорее всего, еще после этого добавляет чем-нибудь. У него, конечно, есть нормальные атаки, которые можно контрить. Скажем, после любого удара молотом можно подойти и ударить его. И самое халявное, это его прыжок, когда он через полу арены прыгает, бьет молотом вертикально. Можно просто перекатиться к нему и ударить силовой атакой, или атакой в прыжке, или еще чем-нибудь. Но близко к нему держаться опасно, потому что он всегда может начать комбу с мечом. И нанести кучу дамага, или, по крайней мере, выбить кучу стамин. Так что со второй фазой я страдал достаточно долго. Но в итоге, после нескольких десятков троев, я все-таки научился с ним нормально сражаться. Более-менее, все равно я потратил огромную кучу бутылок. Но, по крайней мере, я научился не получать урон каждый раз, когда он делает там комбу с мечом, или крутилку, или удар молотом. И в итоге я его все-таки забинал. Хотя... Медленно и с трудом. Ну и после Маргита я пошел, естественно, в замок Грозовой Завес, который он охраняет, потому что там первый ключевой босс, но также потому что там есть большой щит. Большой щит поместья, который там в условно-секретной локации под конец замка существует. А, и большие щиты еще медленнее, чем средние, но дамаговее и также они еще лучше, стадерят врагов, выбивают их и все тому подобное. Сам замок при этом каких-либо проблем не вызвал, кроме птиц в конце. Тех, которые с огнеметами, потому что обычных птиц вполне можно каунтерить, просто блочить их первую атаку и делать контрудар, и они от этого падают, получают кучу урона и все тому подобное. Огнеметные птицы после своей дефоутной милишной атаки дышат огнем, и каунтер я сделать не успеваю. Так что с ними все было очень плохо, и на них я несколько раз умирал, и в принципе убивать их щитом достаточно невыносимо. Но, к счастью, можно их просто вообще не убивать, а пробежать мимо, во-первых, но, во-вторых, можно просто приманить к ним тролля, и он убьет птиц за вас, что выглядит как наиболее адекватный метод борьбы с ними. После птиц и апгрейда башенного щита до плюс семи, я пришел к Годрику, который оказался прям совершенно наихалявнейшим боссом. У него есть некоторые проблемы с тем, что, чтобы доставать до него щитом, нужно быть вплотную к нему, а многие его атаки отодвигают. Но при этом у него нет никаких проблем с тем, чтобы получать кучу урона от щита. Ну или скорее у большого щита нет никаких проблем с тем, чтобы наносить кучу урона на этом этапе игры. И также выбивается Годрик тоже достаточно хорошо, все его атаки прекрасно блокируются, кроме граба, который не блокируется, но это граб, так что с этим все понятно. И даже вторая фаза, в которой у него появляется всякий огненный урон, тоже не вызывает особых проблем, потому что в самом начале этой второй фазы можно подбежать и спокойно избивать его всякими заряженными ударами. Полчаса, пока он дышит. Ну и в итоге я убил его с первой же попытки, потратив всего лишь буквально там три фляги, четыре фляги, что-то типа того. И никаких особых проблем с ним не испытал. После победы я решил, что я все-таки насмотрелся на то, как работают стартовые трешевые щиты, и решил сходить за чем-то более крутым. И для этого я отправился в Сёфру, пробежал там, по сути, мимо всего, что там существует, и поднялся в Звездные Пустоши на другом лифте. И этот лифт из Сёфры выводит в каньон, в который по-другому не попасть, и в этом каньоне есть путь к Великому Кувшину, где можно получить достаточно полезный амбулет, за которым мы еще вернемся. Но также по пути к нему стоят два голема, под одним из которых просто так на земле лежит мой новый щит. И этот шипастый чистокольный щит, по сравнению с моим щитом, на первый взгляд, не является чем-то настолько прям суперкрутым. Урона у него больше всего лишь на копейку, физический урон он полностью не блочит. Анимации атак те же, навык тот же, все в принципе то же самое. Кроме того небольшого факта, что этот шипастый чистокольный щит накладывает на врагов кровотечение, и кровотечение это прям суперсильный статус в Элден Ринге. И большая часть врагов, которые уязвимы к кровотечению, от него очень быстро умирают. Так что щит, которым можно бледить врагов, это прям очень хороший буст урона против врагов, которые бледятся, а таких в игре большинство. Ну и после получения этого щита я отправился в Леурнию, во-первых, потому что это то, куда мне в принципе дальше нужно, во-вторых, потому что новый щит нужно улучшить каким-то образом, а точильных камней у меня не осталось. Так что шахта в Леурнии, и по пути к ней я заглянул под мост, где живет скоробей, который дропает один из навыков на щиты. И проблема в том, что почти все скоробей, которые дропают навыки на щиты, они этими щитами очень плохо убиваются, в частности этот, когда меня видит, телепортируется куда-то. И нужно его искать, и потом он снова телепортируется, и потом он снова телепортируется, но, к счастью, стелс помогает. Правда, это все было слегка бессмысленно, потому что пепел, который дропает этот конкретно с коробей, это толчок с щитом, который я только что использовал, чтобы его убить. И это, по сути, дефолт не пепел на всех больших щитах. А, и он не то, чтобы супер полезен. И дальше я все-таки пошел в кристальный тоннель Раилкарии, ради точилок, ради возможности покупать точилки. Ну и, в принципе, шахты все щитом проходятся абсолютно халявно, потому что щит наносит дробящий урон, и отлично убивает шахтеров. И щит также наносит очень высокий стаггер. Так что кристаллиец, который здесь босс, он, во-первых, получает дробящий урон нормально, во-вторых, если его один раз выбить, то после этого он станулочится чем угодно, по сути. И выбивается он достаточно хорошо щитом. Так что все легко и просто. И поскольку я в самом начале игры еще заходил в Форт Фарад в Звездных Пустошах, то у меня есть более сложный кусок медальона, ну и более простой я тоже в какой-то момент подобрал, так что я решил сгонять на плато ради вещей, которые существуют на плато. В частности, там есть доступ к вулкановым поместью, по квестам которого можно получить дофига хорошей брони. Талисман большого щита, улучшающий блок в лагере прямо около подъемника. И в руинах люкса, который тоже неподалеку, есть еще один джук, дающий навык на щит. Только этот немножко хуже, потому что он не просто телепортируется, когда он меня видит, а исчезает. И для того, чтобы он появился обратно, нужно каким-либо образом перезагрузить локацию. То есть либо уварпать отсюда и вернуться после этого, либо просто перезайти в игру, что тоже работает. И после нескольких перезаходов стелс и удары в прыжке мне все-таки помогли, и я получил разлом щита. Отличный навык, который примерно как толчок щитом, но только с пробежкой перед этим. Фишка в том, что эта пробежка дамажит, и она дамажит много раз. И мой щит стакает кровотечение, так что многократный урон, многократно стакает кровотечение, и можно его стакать мгновенно, по сути, на всех врагах, на которых оно стакается. И для теста я пошел на первый квест Вулканового поместья сражаться с рыцарем Истваном. И тут выяснилась достаточно интересная вещь. Большинство врагов людей этот разлом щита не просто станлочит, но и роняет финальной атакой, после чего можно заново сделать разлом щита, и как раз когда они встанут, их снова начнет станлочить, и снова уронит, и таким образом можно просто убивать врагов людей бесконечным станлоком, что достаточно круто и достаточно эффективно. Это не работает против прям совсем танкованных врагов, у которых достаточно поезда, что их не стагерят обычные попадания или не роняют финальный удар, но большинство людей мгновенно перестали быть проблемой, как только я получил этот навык. Потом я сходил и отпинал все-таки всадника в начале игры, из которого дропается заслон. По-моему, я его в итоге так ни разу и не использовал, но, тем не менее, я подумал, что может быть он когда-то пригодится, чтобы враги отскакивали или еще что-нибудь такое. Разлом щита тут достаточно бесполезен, потому что он всадник, и я его не догоняю, когда я в разломе. Но, тем не менее, обычными атаками и атаками в прыжке в основном, потому что каунтеры тоже очень часто не попадают. Я его в какой-то момент уронил с лошади, и после того, как я его уронил с лошади, разлом вполне работает, по крайней мере, как источник урона. Ну и сам всадник как-то не очень хорошо попадает в ближнем бою. Так что это было достаточно легко, но достаточно бессмысленно. Ну и как еще одна демонстрация силы разлома. Вик, вторженец, который приходит на севере Леурни в деревне Яростного Пламени, в большинстве моих прохождений он для меня был достаточно неприятным противником, потому что он стакает безумие, у него ауэшки всякие крутые, у него спелы всякие крутые. Здесь он, по сути, просто не выходит из станока. Единственное, что если у меня заканчивается мана, то разлом щита перестает ронять врагов и начинает их значительно слабее станить. Все равно хорошо стакает блид, но немножко менее эффективным становится. Увы. Следующий сюжетный босс, которого я хочу убить, в Академии Роя Лукарии, и ключ к этой Академии охраняет Дракон Блистящих Камней. Можно, конечно, просто забрать ключ и уйти, но я решил все-таки запинать его своей щепастой дверью, и это было очень уныло, потому что по нему не так уж легко попадать по голове, по крайней мере. Но в итоге я стал в основном забивать его все-таки по крыльям. И кровотечение на нем прокает достаточно хорошо. Ну и сам бой, как бы это стандартный бой с драконом. Он от того, что я использую щит, никак особо не меняется. Все равно абсолютнейшее уныние. Ну, в общем, да. Минус дракон. Я не хочу никогда больше сражаться с этими тварями с помощью щита. Хотя пару раз в этом ране я еще буду. Ну и внутри самой Академии Роя Лукарии большая часть обычных врагов проблем не вызывает никогда, по сути. Ну, типа они могут заспамить спелыми, но убивать их несложно. А и щитом они легко ста делятся, и, соответственно, убивать их еще более несложно. Ну и первый босс Академии — это Алый Волк Родагона, который имеет прям невероятно малый хп, так что он этим щитом убивается очень быстро. Хотя в теории его вовсят должен быть достаточно неприятным со всеми этими прыжками. Но хотя версия с мечом в основном прыгает вплотную ко мне, так что, в принципе, можно было очистить бить ответкой, или можно уворачиваться и бить ответкой, или можно еще что-нибудь такое делать. Но и опять же, хп у него очень мало. Так что с первого троя без каких-либо проблем. Кроме тех ситуаций, когда у меня оставалось очень мало хп. Но да, без каких-либо серьезных проблем. Победа. Ринала вызвала чуть-чуть больше проблем. Один раз я на ней умер, у меня просто, по сути, закончились все хилки, и потом меня допинали ее миньоны. Но с ней проблема в том, что она не дает себя обычно ударить больше одного раза. То есть к ней можно подойти, ее можно ударить, после этого она отпрыгивает и спамит свои спелы. И урон за удар у щитов не очень хороший. Ну и также блокировать ее магию я тоже не особо могу, потому что мой щит не особо хорошо блочит магию. Так что получается, что приходится за ней очень долго бегать и бить ее там по одному разу, ловить спелы. Резисты к магии у меня тоже не особо высокие, хп я тоже еще особо не вкачал. Так что, да, первый трай был немножко печальным, потому что у нее, по сути, осталось хп на один удар, но меня добил дракон. Бывает. Со второго раза я ее все-таки убил, хотя все шло не сильно лучше. Блядь, бил, мне все равно все закончились. Но этот последний удар я, по сути, нанес. Несмотря на все ее призывы и все с этим связано. Хотя она пыталась не дать мне нанести этот последний удар. Постоянное отпрыгивание, спам спелов, броски посоха и все такое. Но победа! Поскольку я получаю все-таки часть урана сквозь блок, и щиты достаточно медленные, так что я иногда урон просто так получаю, то я хочу вкачать достаточно много хп и использовать достаточно тяжелую броню. И самая тяжелая броня в игре, это броня в ЦБК. Чтобы ее получить, нужно сделать один из квестов в лукану в поместье. И квест этот делается на арене магмового змея Макара. То есть нужно сначала этого самого магмового змея убить. И этот босс обычно не особо приятен, но на удивление он достаточно легко станет со щитами. И также он близится, так что никаких особых проблем. Просто застанел, заблидил, застанел, заблидил и так далее. Главное не стоять в лаве. Но в целом достаточно легко. Кроме тех ситуаций, когда я не попадаю по нему, когда я явно попадаю по нему. Траглот по квесту в лукану в поместье на самом деле оказался даже более сложным, чем магмовый змей, потому что он, конечно, НПС, но он имеет дохрена поезда и почти никогда не роняется, и плохо станется, и, в принципе, довольно адекватно уворачивается от моих атак. И сам он дамажит вполне дохрена. Так что... Да, это было чуть сложнее, но все равно не то, чтобы особенно сложно. После того, как у меня закончилась мана, я просто затыкиваю атаками в прыжке в основном. И это сработало достаточно хорошо, и теперь у меня есть броня в ЦБК, самая крутая броня в игре. Проблема в том, что она весит очень дохрена, и мне нужно значительно больше переносимого веса, чтобы хотя бы пару кусков из нее и кипнуть. Но, тем не менее, на будущее пригодится. Ну и после всего этого я решил, что мне не помешает еще один щит на те ситуации, когда враги иммунны к Блиду, и поэтому я пошел разбираться с двумя тыквоголовыми. И это один из самых худших боссфайтов в игре, в принципе. Два тыквоголовых в достаточно мелкой комнате, сражаться с ними очень неприятно, они дамаговые, они большие, они имеют одинаковую скорость, они имеют ауэшки наполовину своей, блин, арены. И, в общем, все плохо. На самом деле, я еще какое-то время назад к ним приходил сюда, и это было не очень успешно, но сейчас я чуть прокачал щит, прокачал персонажей, и решил попробовать еще раз. Суммарно за оба подхода я, наверное, минут 40 на них посидел. Потому что, помимо всех своих стандартных проблем, у них есть еще один косяк, который очень сильно мешает их убивать щитами конкретно и вообще коротким оружием. Если я стою вплотную к тыквоголовому, я иногда не достаю до него своей атакой щитом, потому что у него хитбокс настолько странный, что я не могу подойти к нему ближе, но при этом попасть по нему я тоже с такой дистанции не могу. Так что нужно их бить еще и с правильной стороны во время правильных анимаций, чтобы попадать. Что очень сильно мешает, но все-таки после довольно приличного количества траев я их в итоге забил. Главное убить одного. Второй потом вообще не проблема. Но убить одного сложно. Ну и награда за этот бой с тыквоголовыми это щит с ликом. И это самый дамаговый щит в игре, по сути. На самом деле технически нет, потому что есть еще один щит, который на очень высоких уровнях силы наносит на копейку больше, но на копейку больше. А тут достаточно адекватный вес, отличный урон, возможность блокировать 100% физического урона, хороший блок огня, и вообще все с ним достаточно круто с этим щитом. Даже огнемет встроенный есть. Но вместо того, чтобы тестить этот щит, или там обгрейдить его, или еще что-нибудь с ним делать, я пока что оставил свой шипастый щит, и пошел все-таки к великому кувшину, где можно призвать трех NPC, и если их всех трех за один раз победить, то можно получить амулет, дающий прибавку к максимальному переносимому весу, очень неплохую. Ну и разломом щита трех NPC победить не проблема. Единственное, что мне пришлось несколько фляг перевести в ману, потому что иначе мне не хватало. Потому что, по сути, на первого же чувака я трочу почти всю свою ману. Ну и раз уж я в звездных пустошах, то я сходил заодно в кристалленный тоннель сели, залутал там всяких точилок, видел зверепадающие звезды, которые этим щитом получают вполне приличный урон, и в принципе ничего особо опасного теперь не делает. В первых версиях игры он был очень неприятным из-за своей ауэшки на большую часть арены, но ауэшку и еще пару атак мы убрали в патче, так что теперь он просто бегает и бьет ближним боем в основном. И достаточно неплохо станет со щитом и блочится щитом и в принципе умирает от щита. Дальше Родан, у которого традиционно абсолютнейшее говно вместо камеры, абсолютнейшее говно вместо мувсета, абсолютнейшее говно вместо коня, и вообще это наверное мой самый нелюбимый бой вообще в игре. но он достаточно адекватно блокируется щитом, кроме своих магических атак, и в принципе каких-то особых проблем я с ним не испытал, только единственное, я один раз умер, потому что я попытался заблокировать метеор. Не очень успешно. Но со второй попытки Родан пал без особых проблем, потому что во второй раз метеор я не блокировал, а в остальном он по сути ничего особо не может сделать во второй фазе. Ну и первую ей в первый раз прошел, хотя там он немножко хуже. Ну да, еще один великий босс побежден. Стильно добивал к огнеметам в комплекте. Дальше на крон. И традиционный уже по сути троллинг-мимика, только на этот раз в рамках челленджа я ничего даже не переключаю, просто прихожу своим стандартным билдом и у него два щита. И он, конечно, пытается использовать огнемет как огнемет, но кроме этого он мало что способен сделать. Так что да. Веселье. Веселье. Тем более, кстати, у меня недостаточно силы, чтобы держать этот щит в одной руке, и он пытается. Не уверен, что это для него также работает. Но если да, то у него тоже недостаточно силы, и даже если он меня ударит, то, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну и после выяснения, чей огнемет круче, я пробежался по всяким ранним и неинтересным боссам, которых особо показывать не буду ради квестов и ранней. Собственно, я слишком перекачан для всех этих ранних боссов, так что проблем они не вызвали, естественно. И дальше я пошел сражаться с духом предка, здесь в накроне. И это на самом деле вызвало некоторые проблемы, потому что этот олень хилится, а у щитов не очень высокий ДПС. Так что да. Я не уверен на 100% как именно его хил работает, но он как минимум может похилиться несколько раз за бой, и у меня он хилился трижды без каких-либо особых проблем. при этом щит по нему попадает не всегда, потому что хитбоксы, и в общем, да, бой несложный, но он получается очень затянутым и длинным, потому что олень постоянно телепортится, отхиливает половину своего ХП, когда я ему снес эту самую половину, и за ним приходится много бегать, и от него приходится много бегать, и вообще все не очень хорошо в этом плане. но в итоге я его все-таки запинал, опять же, без особых проблем, но медленно. Хотя это позволило мне увидеть, что у него есть атаки, которых я никогда раньше не видел, потому что обычно все-таки приходишь и с трех ударов убиваешь, отвали они по сути. Ну да, он умеет кататься, он умеет еще там всякие интересные штуки делать. Ничего сложного, но прикольно. Другое дело горгульи, которые вполне сложные и абсолютно невыносимые. У них есть огромная куча проблем для убийства с щитом, и на самом деле я их чуть потравил и решил, что не, я лучше пойду прокачаюсь, получу еще один слот амулета и все такое, и вернусь несколько позже. Так что пока что от горгульи я ушел. И направился вместо этого в столицу. На входе драконий всадник, достаточно неприятный обычный босс, но в принципе в первой фазе никаких проблем, тем более, что плей на первой фазе скипается просто во время его анимации начала боя. Но правда во второй он доставил неудобств, потому что у него многие атаки достаточно быстрые, что я не успеваю между его атаками ударить и увернуться от следующей. Но тем не менее, потратив почти все хилки, я его все-таки одолел с первой попытки. Зараженные атаки и удары в прыжке его очень хорошо роняют. А вот призрак Готфри пару раз меня убил, в основном потому, что я пытался контратаковать когда попало, а не когда надо. Но если не спамить каунтеры в каждый подходящий и неподходящий момент, а спокойно блокировать его комбы и бить, когда комбы закончатся, или там бить атаками в прыжке между его комбами или еще что-нибудь подобное, то в принципе он мне ничего сделать не может, потому что мой щит без проблем блочит все его атаки за минимальное по сути количество стамины. Ну и каунтеры его достаточно хорошо роняют, как и почти всех. Ну и прокачавшись немного на Готфри, столице и всем таком, я решил все-таки вернуться к горгулиям, так что давайте поговорим о них и о том, какие с ними проблемы. Потому что с ними проблем много. Во-первых, они агрессивные, подвижные и все там подобное. Они не очень дают себя бить, в принципе. А спамят быстрыми комбами, между которыми ударить тоже не получается. Та же ситуация, что и с обсадником. Что если я уворачиваюсь от атаки и потом бью, то следующий атака попадает в меня. Они любят спамить ядом, который очень быстро убивает. И в принципе наносят много урона как ядом, так и простыми лишними атаками. У них разные муфсеты и все такое. Это все достаточно стандартная ситуация для горгулий, они неприятный босс. Для щитов они особенно неприятны тем, что у них дикие проблемы с хитбоксами, такие же, как были у тыквоголовых, что по сути, если вы стоите вплотную к горгулий, то вы в половине случаев просто не можете по ней попасть, потому что вы до нее не достаете. У нее хитбокс где-то выше и дальше, чем физически, чем коллижен, как бы, чем то, насколько близко вы к ней можете подойти. Так что половина ударов щитом просто не попадает в принципе, все каунтеры не попадают в принципе, то есть если блокировать какие-то удары и пытаться делать каунтер, то вы бьете между ног горгулий и все, и не попадаете по ней никак. Ну и когда этих горгулий становится две, то все получается абсолютно невыносимо, у вас из-за экрана прилетает яд, который не видно, не слышно, и который буквально за пару секунд убивает. Они по очереди вас бьют, не получается одну и ту же бить постоянно, так что станы вообще никак и никогда не выходят, и в общем все достаточно плохо. Так что в принципе это наверное единственный бой, в котором я чуть-чуть счетырил. И счетырил я примерно вот таким вот образом. Если правильно позиционироваться, то можно просто заставить эту горгулию прыгать в пропасть. Со второй у меня такого не получилось, но я не то чтобы особенно и пытался, потому что проблема здесь в основном в том, что их две. Один на один они очень бесят тем, что вы подходите заряжаете заряженную атаку и нифига не попадаете, хотя ближе подойти нельзя и противник залочен и все такое. Но в принципе муфсет у них достаточно читаемый, и когда в вас не прилетает яд или твинблейд или еще что-нибудь из-за экрана, то особых проблем нет. Так что да, одну горгулю я скинул, вторую я убил обычным способом. Тем более, что вторая на мой взгляд немножко проще. Топор как-то вообще легкий по сравнению с мечом, а твинблейд и алибарда примерно равнозначны. Так что победа. После горгули я отправился пешком в вулкановое поместье и по пути заглянул в пещеру в Гельмире, в которой лежит достаточно интересный щит, щит со змеей, у которого навык это такой выстрел змеей, довольно дальнобойный, который отравляет врагов хорошо и наносит достаточно приличный урон. Я думал, что может быть этот щит может мне пригодиться в каких-то ситуациях, чтобы накладывать яд и чтобы доставать до противников, которые вдали. Но на самом деле в итоге я его применил пару раз всего лишь, чтобы там птицу убивать в конце игры. И то, это не то, чтобы даже сильно помогло. Увы, но щит прикольней. Ну и в самом поместье аристократ божественной кожи, который в принципе достаточно просто убиваются. Я, конечно, на экране сейчас немножко огребаю, но это мой первый трай против него, я еще не знаю, какие атаки его можно контрить, а какие не стоят. Ну и это же мой последний трай против него здесь, потому что он с этого одного трая без проблем уверен. Многие его атаки легко контрятся, все по сути его атаки в первой фазе легко блокируются, кроме пламени, из которого просто нужно выйти. Во второй фазе он начинает кататься, я попробую это заблочить, это работает в том плане, что он блокируется один раз и он не наносит урон, но он отбрасывает назад и подъезжает и наносит все-таки урон. Так что не рекомендую. Ну и также под конец второй фазы это. Он меня сдал в угол, что бывает если блокировать, но после этого он сделал атак в прыжке и я не понял, что произошло. Видимо, он остался наверху. Через какое-то время он оттуда спрыгнул, так что да, немножко, немножко странный бой. Но, тем не менее, ничего особенного сложного. Просто контратаковать в правильные моменты. и в идеале не делать вот так. Уворачиваться от этой крутилки в принципе не так, что важно, нужно просто бежать куда-нибудь влево. Изи. Не обращайте внимания, что у меня ноль фляг. Ну и после аристократа мне, по сути, был открыт путь на Райкарда, но я решил пока что к нему не ходить, потому что он меня больше всего пугал в этом ране, потому что непонятно, как его щитом убивать. Так что я пошел обратно в столицу и пришел к Морготу, который в теории должен быть более сложным Маргетом, потому что это как бы тот же босс, но круче. Но при этом у него нет всех самых неприятных атак Маргета, зато есть пачка новых атак, которые легко контрятся, типа бросок копья, после которого его можно халявно ударить. И все такое. так что в принципе он был значительно проще, чем Маргет, умер со второго трая, это частично потому что у него мы все проще, и нет этих странных комбо второй фазе, но частично это также потому что у него очень мало хп на том этапе, на котором он встречается, что это один из самых дисбалансных по хп боссов, в том плане, что у него очень мало. Так что да, не с первого трая, но достаточно быстро он отвалился. Ну и раз уж я был неподалеку, то я спустился в канализацию, чтобы отминать первую версию его брата. А в этом бою мог очень прост для щитов, просто банально по той причине, что все его самые опасные атаки без проблем блокируются, то есть все его атаки трезубцем. Это то, чем он вас обычно убивает, потому что у них тайминги очень неприятные, но они наносят чисто физический урон, так что просто блочить их щитом, контратаковать, когда комбо закончилось, и никаких проблем совершенно. Ну и еще там, естественно, перекатываться от его всякой крови, от огня и всего такого, но основная опасность здесь это атаки трезубцем. И стопроцентный блок на щите полностью решает эту проблему. Так что со второго трая, потому что в первом я пытался уворачиваться, а не блочить, мог был без проблем побежден. Ну и замоком вход в секретную локацию, где после некоторого платформинга можно подобрать щит с отпечатком. И это, по сути, самый крутой щит в игре. У него самая высокая стабильность, у него очень хорошие сопротивляемости при блоке, и также у него достаточно высокий урон. Он немножко ниже, чем у щита с ликом, но при этом у него, если его заточить в тяжелую заточку, получается лучше скейлинг, и на 80 силы он получается немножко дамаговее. На самом деле на копейку, так что оно того не стоит, но на самом деле оно того стоит, потому что он блокирует лучше, и потому что на него можно ставить любые навыки, в то время как у щита с ликом только его встроенный огнемет. Так что щит с хорошим дамагом и с возможностью использовать разлом вполне хороший план. Но большую часть игры я все равно его не использовал и брал только на конкретные ситуации, когда он нужен. Дальше я направился в Нокстеллу проходить квесты ранней эфии. Шары в Нокстелле достаточно веселый враг, они на удивление хорошо блокируются и хорошо станлочатся щитом, так что рекомендую, это весело. Также почему-то их можно заморозить. Но в целом об этой секции игры говорить особо нечего. Босс волчара в конце квеста ранней без проблем за станлочил с разломом, но в остальном я как-то особо к боссам не ходил. Типа здесь есть драконий солдат в ядовитом болоте, я его пару раз тройнул и решил, что не, я не хочу сражаться с этим трэшем еще и в ядовитом болоте ради катаны, которая мне совершенно ничем не помогает. Так что дальше Астель, который, не считая пары смертей от грабов и ауешек, из которых я не успел выбежать, в принципе достаточно адекватен. Если знать, как с ним сражаться, то большая часть всего, что он делает, легко увернуться. Единственное, что если он начинает делать свою мега крутую гравитационную ауешку, а я слишком близко, то я выбежать из нее не могу и теряю половин хп. Ну и также граб, который иногда чуть сложно таймить, но сам Астель станется легко, его можно каунтерами бить после его милишных атак челюстями, главное в граб не попадать, который тоже атак челюстями, ну и как бы все остальное у него достаточно просто и ожидаемо. Ну и кстати, граб я переживаю с трудом впритык, то есть если я почти фулл хп, то он не граб не убивает, но я попадал пару раз под граб не на фулл хп, и это было менее приятно. Но в целом самая дурацкая его атака, это когда он так вращаясь прилетает на вас, и от этого достаточно просто уворачиваться в сторону, и от всего остального очень легко просто отходить, подходить, уходить, и все тому подобное. В общем, если знать, что делать, оставить легкий. А вот кто не легкий, это босс квеста фии. Не, не герой, герой это просто пачка NPC, и они, как и полагается, умирают от разлома без каких-либо проблем. Но вот фортисакс абсолютно невыносим. Он в принципе один из самых невыносимых боссов в игре, он спамит молниями, из-за которых рядом с ним нельзя стоять на месте дольше пары секунд, он спамит туманом, который почему-то дико дропает фпс, он постоянно летает, он ломает камеру всеми возможными способами, у него совершенно дурацкие атаки с совершенно дурацкими хитбоксами и со вторичкой, он не дает особых опенингов, и все такое. Но со щитом он еще более невыносим, потому что щиты медленные и недальнобойные, и попадать по достаточно подвижному дракону, особенно по его голове, это, блин, невыносимо и просто трэш полный. Урон тоже при этом трэш полный, так что попадать приходится много. Типа, я бью его там по 800 или по 1000 в голову атаками в прыжке, но это только в голову, и в голову атаками в прыжке попадать нелегко, и к тому же во второй фазе он тугову почти никогда не подставляет. И на самом деле не только голову, но и вообще ничего он во второй фазе почти никогда не подставляет, и как только он завершает какую-то атаку, он сразу же начинает следующую вместо того, чтобы так вот постоять еще секунду с опущенной головой или еще что-нибудь такое. В общем, это второй по сложности босс всего этого рана оказался в итоге, и первый по невыносимости, потому что это просто, блин, я не знаю, сломанная камера, бесконечные комбы, атаки со вторичкой, что ты перекатываешь сквозь атаку, но все равно получаешь урон, потому что она дамажит не только когда он бьет, а еще через секунду еще раз. Молнии эти постоянные, когда ты просто стоишь рядом с ним и в тебя прилетают молнии каждые несколько секунд, дым, все, блин, просто полнейший трэш, может быть худший босс в игре, один из худших явно, и опять же, когда его бьешь щитом, который наносит довольно мало урона, бьет медленно и не достает ни хрена, то все прям полнейшая хрень. Но все-таки спустя где-то час попыток я его в итоге запинал, не знаю как, но как-то получилось. Он пару раз подставил голову во второй фазе, и также я научился вот так вот его бить, когда он орет и кастует ядовитые дымящиеся молнии. Не всегда получается, но типа если правильно встать и зарядить атаку в правильный момент, то можно его ударить по голове во время этой его анимации. И это основной мой источник урона во второй фазе, то есть все, что я делаю во второй фазе, это я жду эту одну атаку, когда он орет и призывает молнии. Встаю в правильном месте, в правильный момент нажимаю, зажимаю R2 и надеюсь, что я прям идеально в правильном месте встал, а не на 3 пикселя правее и промахнулся. В общем, жопа. Это дракон жопа. И тот, кто его делал, мудак. После этого я отправился на вершины великанов забрать последний нужный мне в этом раме щит, который берется в этом вот форту с главного стража, который NPC, так что, да, прозвал. Ну и это щит с глазом. Это, по сути, щит со стопроцентным блоком, который в качестве навыка имеет пушку. Достаточно веселая штука, но очень ситуационная. Урон неплох, но при этом оно очень медленно активируется и жрет прям дохренища маны. Так что я могу всего лишь три раза выстрелить. И к тому же сам щит имеет стопроцентный блок, но когда вы вот в этой вот анимации пушки подготовки к стрельбе, то этот блок почему-то становится сильно хуже. То есть вас пробивают, во-первых, в том плане, что стамина очень быстро тратится, когда вас бьют, а во-вторых, в том плане, что блочит начинает там не сто, не знаю, 70 процентов или что-то типа того. Так что веселая штука, но с пользой я ее применял всего лишь пару раз. В основном, чтобы просто достать какого-нибудь жука на дереве, которого другими средствами не зацепить. Ну и дальше замок Сол и командир Найл, который, не знаю, почему-то у меня мнение по поводу этого босса не совпадает с мнением большинства, видимо, потому что все его почему-то хейтят. Мне кажется, он очень несложный и в принципе достаточно приятный. Первая фаза это то, как, на мой взгляд, должны работать битвы с несколькими врагами, потому что у него два рыцаря. Один очень агрессивный и мобильный с двумя мечами, и второй менее агрессивный и менее мобильный с мечом и щитом, и сам командир просто стоит вдалеке и бафает в основном. То есть в итоге к вам причардживается один рыцарь, вы с ним сражаетесь, потом вам постепенно подходит второй рыцарь, и вам нужно либо добить первого рыцаря, пока второй не подойдет, либо потом отбегать и выманивать их и разводить. Но они разводятся. Так что это, в принципе, адекватный бой с несколькими врагами. Ну и вторая фаза у командира вообще прикольная. Не со щитом, правда, со щитом она нифига не прикольная, потому что атаки слишком медленные, и он очень часто успевает ударить между моими, между моими атаками, как бы. Та самая стандартная ситуация, что он ударил, я увернулся, попытался ударить в ответ, ну или там заблочил каунтер, попытался сделать в ответ, и он бьет следующей атакой и попадает в меня. Также его ледяные ауэшки неприятны. То есть, типа, в нормальном ране, не со щитом, мне кажется, выгоднее держаться от него на расстоянии и ждать, пока он к вам причарджится, бить пару раз и снова держаться на расстоянии. Но со щитом так, конечно, тоже можно, но это будет бой на 40 минут, потому что ДПС мало. Так что я все-таки старался держаться вблизи и атаковать, и быть агрессивным, и из-за этого немножко огребал. В принципе, все равно все не особо сложно, я его убил со второго утра, но да. В общем, мне этот босс нравится, и нравился пока что на всех равных, на которых я с ним сталкивался. После победы над Найлом и получения куска медальона Святого Древа, я решил пойти и сделать квест Поедателя Отброса, потому что я хочу его концовку. И с ним во время его вторжения случилась немножко странная вещь. В общем, его убил не я, его убил краб. Дыханием настаков смерть. Это немножко ужасно. Также, помимо этого, из интересного, я выяснил, что если подобрать вторую часть медальона Святого Древа до первой, то Латена просто репется, и можно подобрать ее как суммон, но нельзя выполнить ее квест. Это немножко печально, потому что мне на самом деле не помешал точильный камень Мирака, который он дает. Ну и собрав обе части медальона Святого Древа, я отправился на заснеженное поле, куда он открывает доступ. И там я заглянул в шахту и забил второго остеля, примерно как и первого, с второго края. И после этого пошел, собственно, в сторону самого Святого Древа. Там по большей части ничего интересного, но в конце естественно босс Ларетта. И я решил, что это тот самый момент, когда мне нужно использовать Крианское Возмездие, потому что особо других подходящих возможностей не будет. Это навык на щиты, который позволяет парировать заклинания и делать контратаку тремя магическими мечами, которые наносят вполне приличный урон. Вернее, наносили вполне приличный урон, потому что между тем, как я проходил это и тем, когда я выкладываю это видео, вышел патч, в котором этот навык абсолютно убили. На видео он наносит примерно полторы тысячи урона за каст, а сейчас он скорее будет наносить, там, не знаю, 200 урона. Так что, увы, был навык довольно прикольным. Но на самом деле в этом бою он работает не очень хорошо, точнее, он очень хорошо работает в первой фазе этого боя, но во второй фазе Ларетта начинает спамить очень массовыми заклинаниями, там, карианская фаланга из кучи мечей сразу, лук из кучи выстрелов сразу, звезды, или как это называется, в общем, когда из посоха выстрел пятью выстрелами, а не одним. И все это нихрена не парируется целиком. То есть, если я прожимаю карианское возмездие, когда в меня летят там пять этих выстрелов из посоха, я парирую там два-три из них, и после этого действия карианская фаланга заканчивается, и остальные прилетают в меня и на весь урон. Это все равно работает в том плане, что я их все равно парирую, и все равно наношу контратаки, но при этом я так же трачу кучу хп. Но тем не менее, с крианским возмездием я победил Ларетту с первого трая. До этого я пару раз траил просто с посохом. И оно тоже было бы нормально, потому что это не такой уж сложный, не такой уж неприятный бой. Но я пару раз потраил и решил переключиться на что-то более веселое. И не зря, потому что это, по сути, единственный момент, когда я это крианское возмездие использовал в принципе в таком варианте, а не в варианте самому кастану тебе отпарировать его. Что, кстати, не пофиксили, то есть все еще можно им парировать свои спелы. Только бессмысленно, потому что урона нет. Ну и после убийства Ларетты я отправился сразу же в следующую локацию, Эльфа Эль, где по большей части все достаточно стандартно, кроме многоруков внизу. Это довольно неприятные враги в принципе. И со щитом есть такая проблема, что нельзя поставить блок из стана, как бы. То есть если в меня попадают чем-то, то пока я не выкачусь из комбы, или пока она просто не прекратится, я не могу поставить блок. И это очень мешало на этих чуваках, если пропустить один удар, то потом не получается все заблочить. Если блочить изначально, то вся их комба блокируется без проблем и дальше просто каунтерами они убиваются. Пройдя первую половину Эльфа Эля, я решил немножко отвлечься и сделать квест Меллисенты, потому что за выполнение этого квеста можно получить еще один Драконий Камень Мрака, которые мне нужны. Ну и пока я его делал, я заглянул к Калимеру, боссу Сумрачного Замка, и он неприятен с таким медленным оружием. У него комбы, у него достаточно маленькие опенинги, граб его стандартный с чуть-чуть странными хитбоксами и все такое. В общем, на нем я немножко страдал, я все равно убил его с первого трая, потому что я немножко перекачан для него. Но в принципе, по-моему, вся тут для меня это, наверное, один из самых сложных боссов в принципе в игре, потому что я не понимаю, как от многих его атак уворачиваться и когда его бить нормально, по крайней мере, медленным оружием. Быстрым меньше проблем, естественно. но конкретно со щитом все достаточно плохо из-за низкой дальности, низкой скорости и всего такого. И также он очень плохо стагерится, чего не ожидаешь от такого чувака, но да, то есть ни разлом щита против него не помогает, ни просто удары его уронить можно, чтобы потом хритнуть, но щитом не получится хритнуть, но все равно, но это, блин, важнее, чем большинство крупных боссов. Так что остается только просто блочить его, бить контратаками иногда, надеяться на всякие проти Блида и Мороза. Я, кстати, по-моему, забыл сказать, что я в какой-то момент после Академии, по сути, после Роя Укари проапгрейдил этот щит в Мороз. Нет особого повода не апгрейдить Блидище оружие обычное в Мороз, потому что вы теряете копейку Блида, но получаете до хрена Мороза. И это эффективнее, чем апгрейдить его в Блид, потому что, типа, у него изначально там 70, допустим, Блида. Если заточить его Блид, то у него будет, допустим, 100 Блида, 120, по-моему. Если заточить его в Мороз, то у него будет 65 Блида, почти столько же, сколько и было, и еще 120 Мороза. Так что это значительно выгоднее, и Блиды, Мороза-то и то и другое очень хорошие и полезные статусы. Так что да. Ну, в общем, в итоге я убил Элимера. Получил с него, кстати, щит шипасты, который тоже с Блидом, и он тоже обычный, и он хуже моего шипастового щита. Почему-то. Не в том плане, то есть понятно, что он хуже моего апгрейдженов, но базовые их версии, он такой же во всем практически, кроме того, что он немножко слабее дамажит. Почему щит с босса в середине игры немножко слабее, чем щит, который можно в самом начале подобрать просто так в мире? Я не знаю, но это так. Ну и в итоге я доделал все части квеста Мелисенты до Эльфаэля, и пришло время вот этого вот куска и вот этого вот червя. Сражаться с червем, который и так наверное худший босс в игре в луже красной гнили, это так себе занятие, так что в большинстве ранов он без проблем расстреливается с этой ветки, куда он не может достать, и у меня есть щит, который стреляет очень недалеко. Так что да, есть некоторые проблемы. Я попытался все-таки подбонить поближе, но даже если не случилось бы вот этого, то я все равно не мог бы его безопасно расстреливать, потому что дальности малы, и мне пришлось бы стоять достаточно близко, чтобы он мне некоторыми атаками доставал. Так что я решил, что не, ну его нафиг, лучше я посражаюсь в гниле с помощью бледища морозного щита. Этот босс в принципе достаточно уязвим и в бледу, и в морозе вроде бы. Так что да, и так же он достаточно легко блочится щитом. Место ужасное, босс сам по себе ужасный, но все равно без каких-то особых проблем я его тут победил. Хотя я не с первого трая. Но да, разлом щита вполне хорош, и он еще и достаточно сейфовый, потому что пока я в разломе я блокирую, так что можно просто по сути спамить его. Главное следить за гнилью и время от времени хилиться. Ну и сестры милисанты это естественно просто пачка NPC, так что разлом их просто уничтожает вообще без каких-либо шансов с их стороны. Так что да, тут все достаточно стандартно. Ну и дальше в Альфаэле остается только Маленье Клинок Мекелы, которая является самым сложным боссом игры, и для этого рана она тоже является самым сложным и самым неприятным боссом. И не просто потому, что она самый сложный босс в игре, но и потому, что тут есть особенные проблемы у щитов, низкая дальность, так что в большинстве ситуаций, когда я перекатился от ее атаки, я до нее после этого не достаю, и мне приходится подходить и тратить на это время низкая скорость атаки, учитывая, что Маленье в принципе достаточно быстрый босс, подходить времени нет, и даже в принципе ударить времени тоже особо нет. Очень низкий дамаг, и невозможность использовать щиты по своему прямому назначению, потому что как бы Маленье хилится, когда она бьет меня, и это работает даже когда она бьет меня в щит. То есть блокировать что-либо, что она делает, то это восстанавливает ей хп, и если я пытаюсь блокировать все, что она делает, ну или по крайней мере там большую часть атак, или по крайней мере даже время от времени блокировать атаки, а не только пару конкретных за весь бой, то она хилится быстрее, чем я ее убиваю, потому что у щитов ДПС низкий, а у нее отхил достаточно быстрый. Так что да, с этим все немножко плохо. К счастью, кровотечение и заморозка против нее достаточно хорошо работают, также к счастью, она в принципе довольно легко стадерится, но нестабильно. То есть как бы она в нормальной ситуации достаточно легко стадерится, и разлом ее станло читает и роняет, но иногда она решает, что не, вот сейчас я стадериться не буду, выпрыгивает из этого разлома и бьет в ответ, и хилится, и сносит половин хп. Так что для щитового билда это прям совсем неприятный бой, значительно более неприятный, чем для просто милишного билда. Так что я его потравил какое-то какое-то время, несколько часов, и после этого я решил, что пока что я все-таки пойду по всяким другим местам и вернусь сюда немножко прокачавшись и подняв свой ДПС, подняв свою выживаемость, подняв свое все в принципе. Желательно до прям совсем максимума, которое у меня будет в этом ране. И в первую очередь я направился к Могу, повелителю крови. Локация его ничего особенного из себя не представляет, кроме хорошего места для фарма, ну и сам Мог, я убивал его в канализации, его первую версию, и там я выяснил, что его очень даже несложно блокировать, так что все должно быть достаточно хорошо и достаточно легко. Тем более, что эта версия Мога, в отличие от канализационной, не имеет каких-либо особых защит от статусов, его можно бледить без особых проблем, на него можно накладывать заморозку без особых проблем, и также он, в отличие от своей канализационной версии, время от времени дает достаточно большие и приятные окна для нанесения дамага тем, что он считает, и этим можно пользоваться. Так что все должно быть хорошо, просто блоки все его таки бить в ответ пропить бледы ронять его и все там подобное правильно почти есть только пар проблем первое это тот факт что его этот счет заканчивается нехилом который является заодно и переходом его вторую фазу но сам себе нехил это его мега мега спел мега ульта которая наносит кучу урона пропит кучу бредов и все там подобное но она контрит со слезой если взять правильную слезу в мелкую флягу то можно получить очень немного урона от этой атаки она правда все равно хилит бога но пофиг паркуется никаких проблем но также это приводит его вторую фазу и во второй фазе весь его урон видимо становится огненным или я не знаю ли у него просто добавляется до хрень еще огненного урона но в общем блок перестает работать совсем полностью то есть если я блокирую его удар трезубцем то он мне сносит сквозь блок от четверти до половины хп просто с одного удара без каких-либо проблем ну и естественно блокировать в такой ситуации не особенно получается а уворачиваться тоже не особенно получается потому что это мог и у него тайминги сложные одни из самых сложных в игре что удары с задержками удары с ауешками вторичными и еще кучей всего плохого ну и в итоге первую фазу я без проблем начал побеждать уже там не знаю со 2 троя но на вторую ушло значительно больше времени конкретнее что-то около 40 минут от первого входа к могу до победы в какой-то момент я переключился на другой щит потому что во-первых отчит блочит сто процентов физики и помогает первой фазе немножко лучше во вторых у этого счета лучше огненный резист так что в принципе иногда можно блочить его атаки во второй фазе и не настолько сильно огребать хотя все равно очень сильно пробивает а но в-третьих я слышал такую инфу не знаю насколько она точная и достоверная но я слышал инфу что у мога есть эффект похожий на булет почитателей крови по моему он называется в общем что если на ком-то рядом с ним прокает блит включая его самого то это его усиливает я не знаю опять же работает ли это так действительно но на всякий случай есть смысл другой щит я тем более что он дамажит больнее за удар он стагерит лучше ну и также он блочит лучше так что я теряю чуть урона со всех заморозок но получают чуть урона просто за удары что может быть даже в мою пользу размен особенно учитывая стагер и то насколько часто и в итоге ронял ну и в целом блочить первую фазу делать заряженные атаки чаще делать атаки в прыжке чаще ронять его и научиться уворачиваться второй фазе и в итоге это все помогло и он был убит без каких-то прям серьезных проблем но но после получас тренировал по сути и финального трое в конце которого все немножко нехорошо получилось что типа у него хп на один удар но я буду еще огребать тратить кучи фляг и бегать от него полчаса и также потом еще и в конце жадничать и очень сильно огребать там где совершенно не надо было а можно было подождать две секунды и после этого ударить и добить его вместо всего вот этого но в итоге мог побежден рай карт был тем что меня больше всего наверное пугало в начале этого рауна потому что у него лава у него пушка которой его нужно убивать и милишкой вроде как он вообще не выносим а если не использовать эту особую пушку но как выяснилось пофиг вообще лава дамажит на копейку она иногда стадерит что бесит но она есть стадерит достаточно стабильно там каждые пять секунд или что-то типа того так что это бесит но это ничего особо не руинит ну и сам рейхард имеет огромнейшее количество хп типа у него там 1060 или что-то подобное что явно не задумано что его будут убивать обычными пушками но при этом ему видимо забыли сделать ему на бреду и холоду а бред и холод да может в процентах от макс хп так что дверь с гвоздями которая шпастый щит разлом щита и просто настоять чуть на нем оба статуса и все по сути немножко страдать от лавы в первой фазе вообще пофиг во второй немножко хуже хотя в обоих фазах есть еще проблемы с тем что у него странные хитбоксы ближнем бою то есть бывают ситуации когда я стою вплотную к нему не могу подойти ближе но не достаю а и от печально ну и выглядит от все странно да также он в первой фазе иногда любит и так вот уезжать убегать уползать и все такое и в итоге бегаешь за ним дальше чем сражаешься почему-то в самом первом моем трое а а потому что я убил его типа стараясь 4 по моему но в самом первом он как-то забаговался или я не знаю что и по сути он стоял ничего не делал он делал какие-то атаки надо мной но он не двигался не падал этим атакам так что просто дошел к нему вплотную и спокойная первую фазу убивал не сходя с места и быстрее без проблем но во всех остальных троях такого не было и он постоянно уезжает приходится ним подбегать он иногда взрывается и приходится после этого подбегать и все такое но в целом ничего сложного в первой фазе просто немножко долго во второй фазе все немножко хуже потому что он достает меч и начинает делать с таким мечом это на самом деле не сильно хуже но также у него есть несколько магических атак очень нехороших в частности атака когда у сегодня бы краснеет и с неба начинают падать огромные черепа от них нужно немножко бегать и уворачиваться одновременно с этим нужно уворачиваться твои мечом и это не очень работает когда лазер и сты!... меня время от времени стагерhes от лава меня время от времени стагерес и шатает и двигается сам райкорд и в общем в лаве от этих черепов уворачиваться по сути невозможно и проблема в том что если не успеть выбежать из лавы если как бы недостаточно вовремя среагировать на эту атаку, то получается, что выбежать из лавы он мне не дает, и черепа мне не дают, и я просто умираю. Так что нужно вовремя понимать, что он делает эту атаку, и вовремя выбегать, но при этом желательно его еще немножко подамажить, пока он ее кастует, потому что он ее долго кастует и стоит на месте. И это по сути самый неприятный момент этого боя. Ну, финальным троя как-то что-то получилось. Он меня ударил мечом, но не убил, или я не знаю, чем он меня там ударил, чем-то он меня ударил, черепа я все задоджил, и после этого он в какой-то момент меня зажал в стену, по сути, почему-то, что типа он пытался на меня подъезжать, и в итоге он меня додвигал до стены, и все, он не может дальше двигаться, потому что дальше стена, я не могу никуда двигаться, но я могу спамить атаки в прыжке и всякие разломы щита и все такое, и он, по мне, большей частью всего, что он делает, не попадает, потому что большая часть того, что он делает, на самом деле, это он пытается двигаться и такое делать ну и я спокойно там спамлю свою всякую хрень стак вы на нем статусные эффекты и без проблем убиваю в итоге босс которого я больше всего в этом ране боялся оказался одним из самых легких ним просто буквально с трех троев он отвалился или с четырех что-то типа того easy огненного великана я особо и не боялся и в принципе не надо было потому что он такой желез и и унылый как и на любом другом ране наверное потому что у него дохрена хп но мувся то у него нормального нет все доджится без проблем и сам он убивается тоже без проблем он получает сильно больше урона в свои уязвимые точки он достаточно легко стагирится в первой фазе по крайней мере во второй у меня особо не получалось вроде на него работает кровотечение достаточно хорошо на него работает заморозка хотя немножко хуже но также заморозка со счета стакается быстрее так на самом деле это это нормально работает и в принципе никаких особых проблем с ним нет кроме того факта что этот дебил катается просто постоянно по любому поводу и без повода подбегаешь к нему бьешь его один раз он укатывается на другой конец арены подбегаешь бьешь его один раз он укатывается на другой конец арены подбегаешь бьешь в общем вы поняли а в итоге по сути очень примитивный по муфсету и по сложности босс занимает минут пять-семь просто из-за того что там из этих пяти семи минут где-то 90 процентов бегаешь за ним абсолютно идиотский файт но ничего сложного один раз я на нем умер потому что пожадничал попытался добить его когда у него оставался один дар не поймал fireball неудачно бывает но в принципе это даже не особо обидно было кроме потраченного времени и через 10 минут после еще одного абсолютно халявного и сейфа утра и я все-таки без особых проблем до белого следующая остановка кожаные ублюдки фарумазуля обычно с этим файтом у меня нет каких-то особых проблем потому что несмотря на то что этот двойной босс и это даже двойной босс который постоянно респауниться и нужно их в итоге убить там типа 1 5 у них очень мало хп так что если их один раз удачно развести то получается что убиваешь 1 потом убиваешь 2 до того как респауниться 1 потом убиваешь 1 до того как респауниться 2 по сути вместо двойного босс файта это превращается в 5 одинарных босс файтов подряд или что-то такое но для этого нужно успевать их убивать пока другой респауниться то есть нужен дпс у щитов дпс и нет так что да есть некоторые проблемы также у щитов нет дальности дальность помогла бы бить их чаще потому что если у меня длинное оружие то мне не обязательно их прям разводить далеко друг от друга а можно ударить когда они все еще рядом просто правильно выбрав дистанцию или что-то типа того тут так не получается и в общем проблем с этим файтом было больше чем ожидалось а есть правда еще одна тактика которая могла бы помочь эта тактика заключается в том что они достаточно легко усыпляются так что можно принести какие-то усыпляющие горшки накидать в одного и сражаться со вторым через там 30 секунд от первый снова проснется но можно заново накидать в него или накидать другого и с первым сражаться в общем таким образом но проблема в том что горшки это расходник который кидается и который наносит урон при попадании так что я их не могу использовать в этом ране и других хороших источников сна нет точнее есть факел и у него навык усыпляет и это по сути не совсем оружие так что я мог бы но мне лень было что-либо с ним делать а есть еще меч усыпляющий но это естественно вообще не попадает никак и никуда тем более у меня помню даже статка него нет но в итоге я по полчаса их разводил сражался с двумя большую часть времени потому что пока 1 респаунить я успеваю второму там не знаю 10 процентов хп снести это было немножко страдания попыток на это ушло не то чтобы прям супер много типа может быть трое в 10 но поскольку каждый трое это 10 минут бегаешь и пытаешься их развести то времени довольно прилично я на это потратил но да в итоге все-таки их победил без каких-то особых хитрых тактик просто разводя и дамажа когда появляется возможность щит со стопроцентным физблоком и всякие каунтеры очень помогли ну и даже в успешном траве все было не то чтобы прям супер успешно потому что кончил я без бутылок вообще и там с четвертью хп так что да неприятный босс если у вас нет дпс а еще один неприятный босс на этот раз правда независимо от дпс это владыка драконов по сути сакс и по сути он неприятный потому что он дракон это так в этой игре почему-то работает все драконы это какое-то абсолютно не меняемое говно этот лучше большинства но все равно не то в основном из-за своей второй фазы то есть поначалу в первой фазе он довольно уныл но в принципе достаточно терпимо убивается более-менее можно понимать что он делает под него нельзя зайти уже плюс принципе усят у него адекватный кроме разве что пламени которые в этой игре в принципе не очень адекватно потому что она роняет зачем-то и с этим куча проблем но потом у него есть вторая фаза и во второй фазе он начинает телепортиться прилетать из космоса после этого снова телепортиться после этого снова телепортиться после этого телепортиться и не давать себя бить телепорции не давать вообще ничего сделать и в общем телепортится это бесит это не сильно мешает в том плане что бой от этого сильно сложнее не становится если его лочить перед его телепортом то камера автоматом перенаправляется и показывает то куда он телепортится так что с этим проблем особых нет и уворачивается от всех было так после телепортов просто но блин это затягивает бой на полчаса потому что он бьет вас вы уворачиваетесь он исчезает он появляется бьет вас вы уворачиваете сделаете один удар он исчезает и так 30 раз и время от времени между этим он еще будет пролетать я уешать и с этим тоже нет особых проблем но это такая ситуация что он взлетает вы ждете 15 минут потом он прилетает вы уворачиваетесь и он исчезает так что да в основном я урон получал от его огня и каких-то опять же особых сложностей не было я убил вас 3 трое но при этом одну из своих смертей с одной из своих смертей я не согласен потому что что это за хрень была я понятия не имею так что со второго нормального троя владыка драконов был побежден ну и да после этого фарума заули остается молитет с его абсолютно ужасный первой фазой и абсолютно без хп 2 но правда без хп не сложный с первой фазы после нескольких троев я научился сражаться достаточно сейфа у него есть пара конкретных атак которые наказываются без проблем и все остальное что либо блочится либо доджится так что в итоге я бегаю прямо перед ним в поднятом блоке и после конкретных его атак один раз его бью по сути ударом в прыжке или еще чем-нибудь таким и дальше продолжаю бегать с поднятым щитом это было бы абсолютно уныло и невыносимо как боссфайт если бы не тот факт что для того чтобы перевести его вторую фазу мне нужно было всего лишь там не знаю восемь раз его так ударить или что-то типа того то есть хп у него нет вообще это приятно что не приятное это вторая фаза в принципе потому что маликет быстрый подвижный дамажит черным пламенем или еще чем-то таким снижает макс хп пробивает блок без особых проблем и в общем все с ним довольно плохо кроме опять же того факта что на него нужно меньше десятку ударов но и также существует кристалл который может его парировать который берется с бернала а и я решил что несмотря на то что это не щит конкретно это по сути парирование так что под челлендж она условно подходит то есть это специальный расходник который парирует конкретно этого босса а его нужно таймить правильные моменты правильных атак маликета когда у него меч светится золотом или что-то типа того я не умею его таймить так что пару раз рандомно его проживал и пару раз получалось его от парировать обычно получив еще и кучу дамага самому но это дает достаточно большие окна что можно его пару-тройку раз ударить и в итоге с помощью двух таких удачных рандомных парирований плюс нескольких обычных ударов и в итоге победил и теперь все что стоит между мной и концовка игры это три босса один из которых это гидеон офнер который нпс противник так что разлом счета а потом еще разлом счета и еще разлом счета и еще пару раз разлом счета в общем да гидеон ему не повезло этот ран отлично контрит нпс врагов а вот с годфри все немножко сложнее потому что он ни хрена не нпс враг и в принципе даже когда он был в призрачном варианте у меня небольшие проблемы с ним были в непризрачном варианте он значительно хуже не в смысле что это плохой босса в смысле что значительно сложнее его убить а щитом потому что комбы у него как-то быстрее а так у него больше топот на всю арену который по какой-то причине блокируется паузы между атаками меньше окон меньше и они сами достаточно маленькие и в принципе все довольно неприятно еще и вторая фаза в которой каждая вторая атака граб а грабы как известно не блочится но да до этого момента я на самом деле думал что атаки которые взрывают пол тоже не хочется но выяснилось что это не так а и по большей части вторая фаза была заблокирована в плане его всяких прыжков и ломающих пол атак ну и от грабов ворачиваться на самом деле во второй фазе он как-то легче даже наказывается чем в первый из него больше окон когда он делает что-то эпичное но потом стоит тупит пару секунд ну и так же он в принципе достаточно легко роняется не супер легко но достаточно легко и опять же у счетов хороший стайдер так что это помогает так что в целом ничего прям супер сложного но десяток попыток на него ушел именно 20 времени наверное но в итоге победа финальный босс в принципе не то чтобы особенно сложный но довольно долгий и со своими проблемами у радагона есть много атак с неприятными таймингами от которых сложно увернуться и которыми он очень любит не давать хилиться то есть в целом как бы половину боя нормально уворачиваешься от всего бьешь его ответками и все такое но потом в какой-то момент ловишь рандомно атаку и надо похилиться но он во-первых не даст похилиться просто тем что он будет память и таки постоянно во вторых блочить эти атаки тоже не особо получается потому что элементальный урон и в третьих уворачиваться от этих атак тоже немножко сложно потому что тайминге но в целом как бы для финального босса наверное это нормально единственно что меня в нем реально напрягает от его телепорты которые начинаются во второй фазе во второй фазе первой фазы во второй фазе родогона конкретно что он телепорт по всей арене и он иногда может этим телепортом нанести урон которого не избежать то есть он телепортится вплотную ко мне и дамажит этим в итоге я 1 5 на нем умер на родогоне конкретно но этот бой это не только родогон и есть естественно 2 фаза элденбист на котором я умер один раз по абсолютно стандартный для этого босса причине сраный край арены который не видно пока к нему не подойдешь а когда к нему подойдешь уже слишком поздно но да в целом сам элденбист достаточно легкий никаких особых проблем с ним нет кроме опять же края арены который абсолютно не очевиден и того факта что звезды елдена тупая атака от которой невозможно не получить урон ну а сам бой довольно долгий получается частично потому что у зверя дохрена хп и на него не работают круг течение и изморозка а частично потому что он любит не давать себя атаковать тем что он там учардживается на другой конец арены и делает оттуда какую-нибудь атаку или просто исчезает и делает кольца или еще что не такое но тут это не ощущается кривой битвы как на огненном великане который просто подбегает бьешь его один раз и он укатывается другой конец арены тут в принципе пару раз за бой укатывается другой конец арены и потом делает оттуда какую типичную атаку и нужно уворачиваться от этой эпичной атаки попутно к нему подбегать как бы то есть равно это атака от которой нужно активно уворачиваться из-за этого не получается босса но ты уворачиваешься от атаки приближаешься одновременно и пару раз за бой он просто исчезает и делать ульту с кольцами или как назвать в общем когда кольца сходятся их нужно перепрыгивать и это как бы тоже тянет время но это эпичная крутая атака которая два раза собой используется так что с ней наверно тоже все окей целом нет файт нравится щитом он проходится абсолютно также как не щитом потому что как бы особых сложностей тут нет и блочить тут особо нечего так что просто красивый но не сложный и довольно медленный файт главное не умирать об внезапный край арены а в остальном все приятно проходится ну и игра на этом пройдена но осталось еще кое-что моление клинок метеллы на которую у меня ушло еще несколько часов в итоге суммарная утра у наверно часов 6 но это было не не часов шесть подряд а типа часа два сначала потом там через какое-то время еще час потом еще через какое-то время еще час и потом в конце после финального босса уже а я пришел к ней еще пару часов потравил ну да как я уже сказал для щитов это прям самый неприятный босс я ожидал на самом деле когда начинал от транс что она будет значительно легче потому что она легко стагерится а у что в хороший стагер она близится она морозится так что в этом плане шпастый щит против нее должен хорошо дамажить и все такое ну и как бы от ее самый крутой атаки которая waterfall dance я в любом случае использую щит в большинстве ситуаций так что тут все вообще хорошо что у меня и так щит и площадь им будет без проблем и все такое но в итоге очень низкая скорость и очень низкая дальность играют довольно серьезную роль низкий дпс не учитывая блиды и заморозки тоже тоже неприятен и все достаточно плохо но и также мне пришлось заново по сути учиться с ней сражаться потому что до этого я с ней сражался все-таки намного более быстрый пушкой и намного более дпс пушкой так что до моления это сложно но в итоге я нашел для себя какие-то новые опенинги у нее в которые ее можно бить особенно во второй фазе я нашел какие-то атаки которые можно наказывать которые я не знал что можно наказывать и в принципе узнал я этот бой значительно лучше а в качестве оружия я до упора использовал шпастый щит потому что блиды и заморозки дают здесь больше урона чем чем больше урон за попадание с более крутого щита но при этом во вторую руку точнее за спину большую часть времени а я взял щит со стопроцентным блоком чтобы можно было на него переключаться и блочить когда надо потому что иногда надо конкретно сейчас но желательно блочить как можно меньше так что первая комбо блочится остальные перекатываются не всегда получается иногда в зависимости от того где она расположена в плане там возвышенности и иногда из-за неправильных таймингов переката она чуть-чуть задевает и хилиться больше чем надо и дамажит меня больше чем надо но да в остальном первая фаза довольно стандартная наказывается эти прыжки наказывать выпады наказывать грабы наказывает медленный вариант этой вот комбы короткой коротким мечом когда она укорачивает свой меч и потом делает пятиударную комбу там есть медленная версия финального удара и из быстрая после быстро она еще продолжает комбы после медленной можно ее ударить стагерить ее не то чтобы прям особо хорошо получается и не помню насчет финального конкретно трое но в принципе иногда получается и застагерить но она не дает себя бить настолько часто чтобы это стагерь не спадал разлом можно использовать в конкретных ситуациях после всяких ее эпичных прыжков и после этого разлом можно еще заряженную атаку сделать и это прям очень хороший урон получается дождаться такого прыжка только не такого более медленного когда он долго заряжает прыжок потом прыгает и сделать него разлом и потом еще силовой атакует не знаю там четверть кп малине чисто урона плюс еще против лида и изморозки которые тоже вполне помогают ну и уворачиваться от всего что она делает ну и первая фаза в принципе после пары часов троев дается достаточно хорошо я даже на самом деле научился бороться с тем что она любит стоять в нейтрале ничего не делать то что это меня очень бесило какое-то время в этом бою конкретно в этом бою со щитом то что не подходишь она стоит идет в сторону еще что не такое делает и не атакует но на самом деле если перед ней чуть потанцевать там подходить ближе отходить дальше что она начинает что-нибудь делать либо отпрыгивает в сторону и делает атаку либо просто делает атаку либо еще что-нибудь по сути нужно держаться на небольшой дистанции но время от времени подходить к ней чтобы она что-то делала но до 2 фаза хуже в основном из-за того что щиты очень короткие то есть в первой фазе не было прям особо серьезных проблем с дальностью счетов во второй фазе их было много но к счастью вторую фазу можно начать с разлома если вовремя забежать ну и да самая наказываемая атака это вот этот пинок когда она придерживается и пинает с разворота а там правда есть два варианта этого пинка и нужных различать наш после одной из них она может что-то сделать также естественно наказываются выпады иногда также наказываются вот эти вот прыжки но они наказываются если если я достаю и с этим есть проблемы а и также наказывается ее удар когда она придерживается и делает удар мечом с разворота ну и в каких-то ситуациях можно использовать разлом против ее эпичный комбы стас на щит или или убегать убегать надежнее но для этого нужно быть изначально на некотором расстоянии против клонов тоже помогает щит она не даже не хилится так что это прям сто процентов атака для щита после всяких прыжков можно часто успеть сделать разлом особенно если одним перекатывать них вернуться на там проблемы с камерой что когда камера вертикальный вверх смотрит сложно одним перекатом от них вернуться потому что ничего не видишь куда-то уворачиваешься и куда она делает атаку и в какую сторону вообще нужно нажимать ну да после такого варианта прыжка который не оставляет а у яшку тоже можно сделать разлом хотя я тут не сделал ну и вот вот это вот очень бесит что уворачиваешься от какого-нибудь выпада делаешь атаку после ворота не попадаешь потому что щит не достает иногда конечно попадаешь если правильно уворачиваться если если оказываешься после ворот достаточно близко но не всегда есть возможность уворачиваться так чтобы оказаться достаточно близко мне с одной стороны слегка повезло с этим конкретно травим что она довольно много использовал цветок который очень хорошо наказывается но с другой стороны а также много использовал и другие две свои мега атаки ульты своими каком бы и своих клонов и они не только не особо хорошо наказываются но и в случае ульты и достаточно сильно хилят я намного спамила прыжки которые тоже хорошо наказываются проблема прыжков во второй фазе в том что когда он делает так из нейтрала прыжок что она его заряжает какое-то время прыгает приземляется после этого нельзя сразу сделать разлом счета на самом деле потому что она может после этого начать делать еще одну атаку и также она очень любит из из разлома делать пинок чтобы во второй фазе если убить то она и заниматься и получение урона переходит сразу в пинок и это довольно неплохо контрит разлом хотя пинок конечно сам по себе неплохо контрится но никогда он попадает вам по лицу естественно а так многие атаки которые в первой фазе хорошо контрится не и второй такими же остаются типа вот этой комбы ну и парочка новых тоже контрится основной как бы что напрягает во второй фазе это тот факт что у нее очень много атак когда она взлетает и непонятно когда под ней стоишь не видно какую именно она из них делает а реагировать на них нужно по-разному это наверное основной минус этого боя в принципе ну и плюс ее эпичная комбо это как она в целом работает это тоже немножко минус этого боя ну да второй цветок я не умею его таймить так чтобы забегать не получаю урона но при этом успевать по ней что-нибудь сделать также иногда вот так вот происходит что я начинаю делать разлом и проскальзываю по ней и уезжаю ей за спину куда-то и не падаю половиной атаки и не уверен почему это так но иногда это так и это немножко бесит после короткого вариант комбо она любит всякие прыжки делать после прыжков она любит еще всякие прыжки делать и все такое а я слегка люблю получать урон когда это совершенно не нужно и размениваться с боссом который хилится атаками эффективнее чем я ему наношу урон так что это размен не в мою пользу типа я наношу 300 с копейками она хилит тоже 300 копейками по моему кстати за удар еще одна эпичная комбо моя предпоследняя хилка еще много прыжков в принципе может быть мне нужно было активнее делать просто комбы из нескольких ударов щитом просто не разломы не силовые не прыжки а просто r1 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 ну что в принципе она станучицы если он начнет какой-нибудь река не переката пинок делать то я может быть даже смогу среагировать и увернуться степана пинок делать после получения урона они в момент получения урона то есть сделал r1 посмотрел делает она пинок или нет если нету сделал еще один может быть это без работа с более длинной пушкой это бы явно сработало но к сожалению щит это не более длинная пушка еще один цветок еще урон от него но сейчас это немножко лучше затаймил получил урон всего лишь один раз а во второй фазе я не успеваю по ней сделать заряженную атаку после разлома она встает слишком быстро это нехорошо примерно столько же нехорошо как отсутствие хил у меня и отсутствие дальности у меня второй промах подряд третий атак попала и четвертая атака тоже попала прыжок и после него мог бы быть еще один прыжок на небо вот из-за того что она иногда прыгает сейфами просто ударить они делают что-то медленное то что если я начну делать разлом а она еще раз прыгнет то она меня убьет ну или задамажит но в текущей ситуации с текущим мхп она меня убьет и естественно когда у нее остается хп буквально на три удара она делает комбо и хилится так что у них хп на 7 ударов а не на 3 еще цветок после этого но хотя цветок это это плюс для меня потому что он хорошо наказывается хотя тут я уже жду подольше чтобы не рисковать потому что хил у меня нет и хп у меня тоже как-то нет ну и естественно еще одна комбо и на таком расстоянии как бы если я близко к ней то я не могу увернуться от этой комбо я могу и только заблочить если и блог что это восстанавливает их об этом пять процентов и если она решает эту комбо делать настолько массово когда у него хп то я с этим ничего не могу сделать кроме как страдать и пытаться сносить ей больше чем по 5 хп между этими комбами ну к счастью мороз на нее все-таки достаточно хорошо прокает микро в течении если я попадаю и с этим есть некоторые проблемы но к счастью после цветка я попадаю без вариантов так что моление побеждена иран с щитами пройден все боссы убиты ключевые по крайней мере я не защищал абсолютно вся там 50 данжей не убивал всю сотню с лишним боссов которые по всему миру раскиданы но все ключевые интересные и важные боссы убиты сложнее всего было на молении на драконе лича на горгульях на моде и на маргете наверное так наверное это топ 5 самых сложных боссов для этого рана все остальное оказалось значительно легче чем я ожидал особенно рай карт конечно но в принципе я думал что это будет все-таки достаточно сложный ран в целом но большую часть времени он был не сложнее обычного рана местами легче за счет хорошего стаггера местами легче за счет хорошего блока местами в случае боев со всеми нпс значительно легче за счет того что разлом просто уничтожает любых нпс без каких-либо проблем ну да баран получился достаточно веселым так что я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами был ваймс пока а а Субтитры создавал DimaTorzok